приветствую всех на канале очередная honda нам приехала в работу электричка я честно говоря даже сейчас не готов сказать как она называется потому что я в них уже запутался вот такая вот хондочка и сейчас покажу какой не дефект дефект него достаточно интересный поэтому сейчас проедемся и посмотрим автомобиль у нас запускается ездит но ездит он очень интересно сейчас попробую это показать так сейчас пока это дефекта нету так во первых что мы имеем с этим автомобилем на данный момент автомобиль едет нормально без каких-либо вопросов кроме шума есть шум при работе мотора не знаю камера передаст или не передаст ее но шум есть но владелец автомобиля приехал не с проблемой шума гораздо более неприятная ситуация и она начинает проявляться после того как на ней динамично покататься поэтому сейчас динамично проедусь на ней и посмотрим но есть один нюанс что я не нарушаю правила дорожного движения поэтому превышать скоростной лимит в городе не буду но сейчас попытаюсь имитировать эту ситуацию так проехался около пяти километров и вот как раз дефект проявляется включаем драйв вперед едет более-менее хотя нет не более-менее машину очень сильно трусит теперь включаю заднюю передачу так вообще что сейчас мотор вылезет наружу вот автомобиль начинает дергаться но сейчас я дефект проявляется меньшей степени вот сейчас хорошо видно поэтому ни о какой плавности речи быть не может еще раз назад и назад проявляется в общем такой дефект и будем разбираться тогда что здесь за проблема и вот как она себя ведет при медленном заезде при медленном движении в помещении так и при движении правда мы сейчас назад едем вот какой-то рокот идет с редуктора непонятный она давай вперед а а а а а а а а она сама разгоняется она чуть-чуть и вот в этот момент я решил что проблема локализована и она в разъеме резольвера резольвер это вращающийся трансформатор и нужен для измерения угла поворота ротора относительно статора и теоретически если инвертор не понимает каком положении находится ротор то может неправильно подавать сигнал на силовой модуль и как следствие вызывать дергание мотора но к сожалению после вскрытия передней крышки проверки резольвера проверки люфтов ротора на подшипнике чистки контактов и проб на выезде дефект вновь проявился при этом никаких ошибок в блоках нет несмотря на то что здесь дефект плавающий вернее плавающие они самого начала появляется после кого-то времени мы сто процентов знаем что проблема в инверторе потому как у нас две машины правда это honda dong фэнг манги они как но и салон у них разный чуть-чуть но по железу машины абсолютно одинаковые и мы с этой машины а это автомобиль к нам приехал что жалоба клиента что он хуже разгоняется чем должен но действительно он хуже разгоняется чем даже вот этот жак не жак чем этот гак honda но мы поменяли инвертора и проблема с этого автомобиля перешла туда а с того автомобиля проблема сюда не перешла то есть та машина и с родным инвертором из другим вяло разгоняется а эта машина перестала дергаться но вот проблема теперь в том что он на холодную с инвертором все отлично а когда прогревается начинает козлить вот теперь нужно будет эту проблему решить на столе когда он холодный в общем будем пробовать или инвертор сейчас будем дальше разбирать смотреть что же здесь такое пока что каких-то явных дефектов никаких не наблюдается на автомобиль нас на холодную едет и посмотрим что у нас может быть и почему у нас пропадает что-то начинается дергание автомобиля общем продолжаем его диагностику так в общем отремонтировали все-таки инвертор машина уже перестала дергаться уже катаюсь катаюсь уже катаюсь катаюсь батарею высадил уже нужно ставить ее на зарядку и на сейчас придется толкать и машина у нас дергаться не начала под одним из недавних видео там где был ремонт xpeng а мне в комментариях писали что я не показал место ремонта на плате бмс в данном случае тоже показывать по сути нечего мы дефекта в инверторе не выявили и решили зачистить лак и просто прогреть все места пайки при том что ничего подозрительного не было вообще после пропайки или вернее сказать прогрева мест пайки собрали инвертор для пробы и дефект больше не проявлялся отдали автомобиль владельцу для тестов и на данный момент прошло около двух недель дефект не проявился вот такие загадочные китайские автомобили если у вас есть какие-то идеи то напишите свое мнение по этому поводу в комментариях спасибо всем за внимание до скорых встреч всем пока